Даже в глазах своих родственников я не видел столько разочарования, сколько я вижу в глазах кассиров «Читай города». Это плохие книги, и в этот раз я прочитал вместо вас книгу Елены Голуновой «Дар смерти. Начало». Как и в случае с Игорем Прокопенко, покупка книги Елены Голуновой для меня была лишь вопросом времени. Во-первых, у меня всегда был какой-то нездоровый интерес к теме смерти, а во-вторых, мне всегда было интересно, чем Елена Голунова занялась после ухода из Tokyo Hotel. Смерть – это очень сложная тема. Ее вокруг нас довольно много, но мы как будто боимся о ней говорить. Это плохая тема для разговора дома, в офисе или на открытом микрофоне. Такие табуированные темы становятся питательной почвой для разного рода мошенников. Наверняка многие из вас читали статьи о кладбищенской мафии, которые писал Иван Голунов. И нет, Иван Голунов – это не сын Елены Голуновой. Сын Елены Голуновой – это Влад Кадони. Сама Елена Голунова – экстрасенс и помогает безутешным людям справиться с горем и заручиться поддержкой мёртвой родни в дальнейшей жизни. Ведь наверняка легче жить, зная, что твой муж-алкаш при жизни был плохим, а после смерти, чувствуя свою вину, становится отличным помощником. В этом и состоит бизнес. На сайте и в соцсетях Елены Голуновой указано, что она сильнейшая ведьма Сибири. Это приводит к двум выводам. Во-первых, Елена Голунова победила всех остальных сибирских ведьм. И во-вторых, когда-то, видимо, будет чемпионат России, на котором Елена Голунова будет представлять Сибирский федеральный округ. Надо признать, что Елена Голунова в своей книге несколько раз говорит, что не все должны прибегать к услугам магов. Часто достаточно просто обратиться к врачу. В книге не указано к какому, но я подозреваю, что к психиатру. Если и обращаться к экстрасенсу, то только к лучшему, потому что в интернете полно шарлатанов. Или еще лучше можно посмотреть программы про экстрасенсов, где они так красиво машут свечами и ножами. Да, это, конечно, совсем стыдно. Видимо, сразу подошла к машине, где затаился Степан. Вот где-то здесь вот что-то. Вот по ощущениям идет живая энергетика. Вообще интересно, как человечество в целом согласилось, что экстрасенсы это какая-то фигня, но битва экстрасенсов продолжает выходить. Или что человечество более-менее согласилось, что бить женщин это плохо, но битва экстрасенсов продолжает выходить. Добрый вечер, уважаемые экстрасенсы. У меня был контакт с экстрасенсами, который навсегда определил мое отношение к ним. Я работал на телевидении, мы снимали передачу, а в соседнем павильоне снималось какое-то шоу про экстрасенсов. Я вышел в коридор купить себе кофе в автомате, ко мне подошел какой-то мужчина весь в черном с ножом и с бусами и спросил, вы не подскажете, где здесь туалет? Собственно, все. Еще интересно, что Елена Голунова финалистка 13 сезона битвы экстрасенсов. 13. И насколько я знаю, она первая, кто стал продвигать свои услуги с помощью книг. Видимо, за 13 сезонов она первая, кто умеет писать. Но это, конечно, громко сказано «писать». Книга называется «Дар смерти начала», но это не Джоан Роулинг и не Кристофер Нолан. Там просто куча сомнительных вещей от лишних запятых, которые подложили недоброжелатели, до настоящих шедевров. Но я ненавижу людей, которые двуличные. Что касается оградок. Если вы приняли решение ее поставить, главное сделать так, чтобы проход был свободен для прохождения. То, что черное, не обязательно грязное. Если честно, даже не знаю, как подвязать рекламную интеграцию к теме этого видео. Если вы хотите общаться не только с миром мертвых и не только по-русски, то ваш выбор – онлайн-школа английского языка Skyeng. Этим летом Skyeng и я дарим подарки всем, кто пройдет бесплатный пробный урок до 31 августа. Среди них такие классные штуки, как личный план изучения английского от методистов Skyeng, бесплатный месяц пользования приложением для изучения слов, но главное – это три бесплатных месяца разговорных клубов. Разговорные клубы решают самую главную проблему при изучении иностранного языка – начать говорить на иностранном языке. Бывает так, что ты несколько лет учишься на факультете иностранных языков, получаешь пятерки, а потом приезжаешь в другую страну, с тобой заговаривают и ты как мертвый. Разговорные клубы от Skyeng проходят в онлайн-формате через Zoom, так что вы в спокойной и безопасной атмосфере сможете поговорить по-английски с другими студентами и понять, что в этом нет ничего страшного. Никто не будет смеяться над вашими ошибками и никто вас не убьет. Переходите по ссылке в описании, проходите пробный урок в Skyeng и живите. Живите на полную. При том, что это, конечно же, обман и позорище, книга показалась мне очень познавательной. Из нее можно узнать много нового про собственный народ. В любой ситуации нужно оставаться людьми, не нужно доходить до маразма, приезжать ночью, выкапывать, перезахоранивать. Я очень надеюсь, что Елена Голунова придумала эту фразу от начала и до конца, но какие-то мои экстрасенсорные способности подсказывают, что это все реальные случаи из практики. Опять же, очень неуютно жить в мире, где кто-то задается вопросом, что делать, если остались волосы умершего. Как вариант? Перестать стричь мертвецов. И я уверен, что этой части общества книга Елены Голуновой заходит просто на ура, потому что в отсутствии нормальной общественной дискуссии можно нести что угодно. И знайте, если вы принесли на могилу жидкость, ее нужно налить из бутылки в стакан. С сигареты часть вынимается, остальное остается в открытой пачке. Интересно, когда стало известно, как именно нужно приносить сигареты на кладбище? Это знание мы почерпнули от язычников или от христиан? Может быть, нам это поведал Святой Георгий? Синий. Вы можете раскурить сигарету и воткнуть в землю в том месте, где находится голова человека. Поверьте, ваш близкий покурит при вас. Последний раз такие эмоции от художественного произведения у меня вызывала только группа Сектор Газа. Кстати, на могилу можно приносить не только сигареты, но и еду. Кроме памяти и уборки, нужно всегда помнить, что ел и пил ушедшие из жизни. Его всегда можно побаловать. Уважаемые подписчики, я, конечно, во все это не верю. Но если что, сыр косичка. Ну и чтобы вы получили от этого видеоролика максимум практических советов. Что касается любых ремонтных работ, все можно делать как частично, так и целиком. Мне кажется, секрет экстрасенса, как и любого участника проекта в ТНТ, в том, чтобы попадать в болевые точки русского народа. Всегда хочется кричать от бешенства. Где же она, эта справедливость? Ее никогда нет. Почему алкоголик должен ссаться под забором и жить, а эта молодая мамочка умереть? Во-первых, это очень наглое манипулирование эмоциями читателя. Во-вторых, как говорил мой отец, алкоголик, я никому ничего не должен. А еще был случай. Один клиент Елены Голуновой, ходок по женщинам, в одной из постелей подцепил сильнейшую вирусную программу, которая называется «Корона Ада». Для вас это просто странная фраза из странной книги, а у меня скоро стендап-тур. Много плацкартных вагонов, постельное белье в пакетах, и в каждом может прятаться программа «Корона Ада». Профессиональная терминология – это еще одна фишка, которая поможет вам достичь успеха в инфобизнесе. Когда я работал SEO-копирайтером, я это вовсю использовал. К нам приходил клиент, и я долго говорил, используя такие термины, как «внутренняя перелинковка», «метатеги» и «ссылочная масса». И это впечатляло клиента, хотя за столом никто не понимал, о чем я говорю, включая меня. Когда работа производится по такой технологической карте, в организме остается ворс. Ничего не понятно, но как-то впечатляет. Сегодня приходится рисковать. Я передвигаюсь очень близко к воронке. Но выхода нет. В книге не будет объяснения, что такое воронка и почему к ней опасно приближаться. Слава богу, я читал «Ночной дозор» и кое-что понимаю в теме, но что делать обывателям? Дальше идут фрагменты, которые автор вообще никак не поясняет, но они уже несколько дней живут у меня в голове. «Работа сделана на насекомых, а это значит, что любое движение приносит ей страшную боль». Ни хрена не понятно, но очень страшно. Если это не украдено у Лавкрафта, то большой респект. Выводить то, что сделано на насекомых нужно очень осторожно. Это всегда идет через пупок, и технически это кропотливый труд. Опять же, слава богу, я смотрел первую «Матрицу». Там было что-то такое. Если человек верит в весь этот околомогильный движ, то книга должна работать просто на ура. При том, что автор явно не подкрепляет свои доводы наукой. В природе существует такое понятие, как «энергетическая коробочка». Ну, теперь существует. Просто я был бы впечатлен, если бы даже выдуманная фигня была как-то систематизирована. Но это просто потоки воды. Порча – это проделанный тип работы. Кто-то куда-то сходил, и на вас пошло воздействие. Правда, с одним из определений в книге я все-таки согласен. Что же такое судьба? Попробую объяснить по-простому. Это прямая, по которой мы идем. В конце нее дверь. Мы должны пройти этот путь, зайти в эту дверь и умереть. Ну, тут даже при всем желании не получится опровергнуть. Я часто думаю о том, как подобные люди умудряются привлекать внимание миллионов, и как они, будучи абсолютно пустыми внутри, умудряются делать успешный бизнес и богатеть. И, наверное, это умение подать себя. Вот это бесконечная вера в свои силы, которая позволяет тебе устроить целую фотосессию для книги про смерть. Самое крутое в книге – это развороты между главами. Я покажу вам некоторые из них и предлагаю подумать о том, что в эти моменты чувствовал фотограф. Я думаю, что на этом всё. Читайте хорошие книги, учите английский в Skyeng, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. И если это видео соберёт мало просмотров, то на мне проклятие Елены Голуновой. Удачи! 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 Субтитры создавал DimaTorzok